Привет, друзья! Сегодня вторник, мы, как всегда, в прямом эфире, будем отвечать на ваши вопросы, в основном, которые вы заранее присылаете, ну и сейчас, которые, если у вас возникнут. Ждем подключения Джорджа из Сан-Пита, Джордж Бир Лукашевский. Вы могли его видеть сейчас, вышло с ним интервью на Generation Iron, на русскоязычном. Большинству из вас, да, всем, в принципе, он понравился, понравилось само интервью, и люди оставляли только положительные отзывы. Ну, действительно, у меня тоже, с тех пор, как я познакомился и общаюсь с Джорджем, только, как бы, приятное впечатление от общения остается. Даже еще тогда, когда мы познакомились только в Майами, друг друга не знали, я приезжал к нему, мы делали первое интервью. Можете посмотреть, кто следит за моим YouTube-каналом, 4 года назад отмотать, даже не 4, уже, наверное, 5 лет отмотать, и увидите. Несколько интервью с Джорджем я делал в Майами. Мы делали кое-какие предсказания на будущее бодибилдинга. Так что, если кому интересно, посмотрите. Какие у вас вопросы есть по тренингу или питанию, насущные на данный момент, можете смело их задавать, и мы сегодня в прямом эфире их все озвучим. Моя ученица Юля выступила вот в эту субботу, уже вторая суббота, на соревнованиях, и заняла там в двух разных категориях третье и четвертое место. При том, что мы очень сильно не сушились, она осталась довольно-таки женственной, и не пропал даже цикл. Но даже при этом все-таки можно конкурировать, можно выставлять хорошую форму. Естественно, к сожалению, сейчас в Штатах бикини предъявляют совершенно другие критерии уже к выступающим спортсменам, к девушкам нужно быть очень-очень жестким, нужно, чтобы там пресс был виден, мышцы достаточно иметь. Хотя, на мой взгляд, бикини все-таки должно оставаться очень женственным, ради чего оно и было создано. Но нет, почему-то все-таки федерация ушла совершенно в другое русло, и поэтому нужно было уже создавать новую категорию, что и произошло. Хотя изначально бикини все-таки должно было быть, как мы все с вами знаем, спасением женского бодибилдинга, и это должны были быть красивые девочки, спортивные, подтянутые, без ярко выраженных мышц. Но все ушло в сторону. Многие часто задаются вопросом, отличаются ли женские тренировки от мужских. На самом деле, тренировки сильно не отличаются, за исключением того, что мышечные группы, такие как грудные, девушкам нужно немножко тренировать по-другому, другие цели, приоритеты, другая анатомия. Только из-за этого. А само по себе, все принципы остаются теми же. Хотите вы прогрессировать, вы должны тренироваться грамотно, можно сказать, по науке. Потому что сейчас наука все-таки подключается к нашему спорту, и мы все с вами видим действительно хороший прогресс. Не нужно думать, что вы перекачаетесь. Вот самая большая, смешная и распространенная ошибка. Много клиентов ко мне приходят, и первое, что говорят, я не хочу перекачаться. Девчонки, господи, парни не могут перекачаться, не могут даже накачаться, а вы думаете, вы возьмете в руки гантели, штангу, и сразу станете большими и объемными. Не смешите ни меня, ни себя, ни кого-либо из наших с вами общих знакомых. У девушки, если она не принимает никакие анаболические стероиды извне, в виде уколов, таблеток, она никогда не сможет даже приблизиться к мужеподобности. Железо будет делать вас только сексуальнее, только женственнее, только красивее. И что самое главное, здоровее, в смысле здоровья, будет укрепляться, если, естественно, грамотно тренироваться. Сейчас очень много ходит мифов, ссылаясь на якобы исследования, что тренироваться два-три раза в неделю гораздо эффективнее, нежели один раз в неделю прокачивать одну мышечную группу. Это, друзья, не совсем так. Естественно, чем чаще мы с вами тренируемся, тем сильнее прогресс. Но только при условии того, что мы восстанавливаемся. Что мы восстанавливаемся в плане питания, сна, отдыха. Не забывайте, что наши мышцы не могут восстанавливаться очень быстро. Об этом и Силуянов постоянно говорил, но мы все это почему-то игнорируем. Стефаном уже на эту тему и сам выпустил недавно ролик. Но самое главное, это стимул к запуску процессов роста. Привет. Привет, Джордж. Привет. Слышишь? Нормально видно, слышно. Ты дома? Темный какой-то. Что-то сегодня на волгонии в квадратиках. Смысл такой. Мы сейчас немножечко начали обсуждать тему частоты тренировок. Потому что сейчас почему-то очень сильно практикуется. Видать, инструкторам нужно что-то новое придумывать. И говорят, что 2-3 раза в неделю тренироваться эффективнее, чем, скажем, один раз в неделю прокачивать мышечную группу. Я говорю, что это в принципе так, но есть очень много факторов, которые на это влияют. Во-первых, если вы простой любитель, вы не сможете восстанавливаться и прогрессировать, тренируясь даже 2 раза в неделю. Можно вопрос? Имеется в виду, они говорят, что тренировать допустим ноги 2 раза в неделю? Нет, все мышечные группы. То есть любая мышечная группа прокачивает. Не, я имею в виду, то есть любую мышечную группу прокачивать, так это получается сколько, 5 тренировок в неделю? А представь, если вы... Нет, это может быть даже и больше. А как себе вообще представляешь, ведь самое главное, вот на чем я остановился, и Силуянов об этом говорил, и ребята из лаборатории Силуянова, и Стефан неоднократно. Ведь сейчас все любят ссылаться на исследования. Действительно, есть кое-какие исследования, которые якобы показывают, что тренировка разбитая, да, скажем, вот ты делаешь 7 рабочих подходов, к примеру, да, или, чтобы проще было считать, 8, за тренировку на мышечную группу. И говорят, что если ты разобьешь это на 2 раза в неделю, по 4, это равнозначно. Но на самом деле, во-первых, друзья, эти исследования, послушайте, что говорит Стефан, не являются исследованиями, а самое главное, помните, у тебя там какой-то шум такой очень сильный, это что? Нет, тут шума. А, я себя слышу почему-то у тебя. Слышу странно себя. Ну, у меня эхо нет никакого, ничего. Ну, вот сейчас вроде нету. Надо спросить, кто у нас слушает. Да, напишите, друзья, как звук. Так вот, запомните, друзья, самое главное, чтобы запустить синтез белка, чтобы запустить все вот эти процессы, необходимые для роста, именно для гипертрофии, то есть, именно когда вы пришли на тренировку с целью увеличить мышечную массу, необходимо сделать как минимум 5, то есть, от 5 рабочих подходов на мышечную группу. И когда вам говорят, что вот, если вы делаете 2 раза по 3 подхода, да, по 4, или 3 раза даже по 3 подхода рабочих, и это все суммируется, это, друзья, чушь. Ничего не суммируется, ничего не даст вам того прогресса, необходимого для роста мышечной массы. запомните минимум 5 рабочих подходов, когда мы с вами говорим о гипертрофии. Но, если мы говорим к примеру, я вчера 8 сделал и просто в кайф вообще. 8 подходов, вот я именно работал на галиколитические, извини, что перебиваю, я просто хочу сразу свой вопрос еще продолжить. Вот смотри, ты говорил, что после дня ног в принципе ты делаешь день отдыха, да, не делаешь как бы тренировку. Так рекомендуют, несмотря на... А я вот просто сегодня хочу, допустим, на грудные дать нагрузку. Могу же я это сделать. Хотя я вчера реально вот ноги я чувствую, но я не разбит. У меня такое, знаешь, состояние кайфовое такое. Ну, ты знаешь его, оно как бы... То есть мышцы у меня не болят, даже когда вот трогаешь, они прям болят бывает. У меня нет такого состояния. У меня есть состояние такой наполненности мышц, приятное, знаешь, такое, потому что я отдыхал по 6-8 минут между подходом. Я тебе говорил, я сделал там до упражнения на трицепс вот этот подход. И все. То есть по сути у меня было два упражнения за тренировку. И конечно же гиперэкстензия, экстензия и гимнастика на спину. Все. Но ничего, что моя тренировка длилась больше часа, как ты считаешь? Я думаю, ничего, потому что я же восстанавливался. Опа, что-то я тебя не слышал. Походу мне надо выйти и перезайти. Друзья, привет, еще раз подключайтесь. Какие-то проблемы начались со звуком. Я решил, что проще перезапустить. Слышно сейчас? Напишите, друзья, слышно или нет. Друзья, слышно ли меня? Есть ли звук? Есть ли звук, друзья? Друзья, всем привет. Спасибо, что подключаетесь. Почему-то какие-то технические проблемы возникают со звуком, когда подключаешь второго человека. Что-то странно, да, со звуком было, ты пропал, и я себя, ну, тебя не слышал. Не, а я слышал и себя, и тебя, но странно, что я слышу себя, почему-то, когда говорю, понимаешь. У меня нет такого, я себя вот не слышу, эхо, ну, я имею в виду, эхо нету, ничего нету. Окей, давай попробуем, продолжим тему. Ну, смотри, мы остановились на том, что, о чем ты сказал, что ты потренировался, вроде бы, немного было упражнений, на самом деле, не важно, одно у вас упражнение, вот, ты просто, любое твое движение очень сильно шумит. Сейчас я поставлю, тогда тебе. тренировка, не важно, у тебя одно упражнение или десять, главное, количество рабочих подходов на мышечную группу, ведь ты можешь сделать три упражнения на одну мышечную группу, правильно? сделать одно, но общее количество подходов будет одинаковым. Но смысл даже не в этом. Вот смотри, сначала ты говоришь, что ты заняла больше часа. Если это с разминкой, с заминкой, с экстензией, с гиперэкстензией, не страшно. Главное, чтобы сама силовая часть тренинга была 50 минут. Ну, да, так и вышло. Ну, да, остальное не важно. Вот, и следующее, смотри, сегодня я вот хочу потренировать грудь. Я закончил. Как бы ты посоветовал? Я бы советовал сегодня не тренировать ничего. Почему? Не важно, устал ты, не устал. Смотри, мне, в принципе, всегда нравились и до сих пор, я считаю, актуальными советами доктора Любера, потому что они, на мой взгляд, самые все-таки приближенные к тому, что нужно натуральному тренингу, несмотря на то, что были написаны там сто лет назад. Но сейчас наука подтверждает то, что писал раньше доктор Любер. И натуральному тренингу, а если мы, как говорится, на темной стороне, да, вот я на темной стороне. Но все равно, смотри, на темной стороне, что изменяется, мы только добавляем в себе гормонального фона, который у нас в крови постоянно плавает. Я понимаю, о чем ты говоришь, потому что сам тоже на темной стороне, но, поверь, когда я убиваю ноги, да, или спину, я все равно чувствую такую как бы усталость, или, как бы это назвать, такую подавленность даже часто. Подавленность, да. Это криминная система. И смысл в чем? Смысл в том, что, представляешь, какой большой объем на теле занимают ноги, спина. И даже если мы чувствуем, что я часто очень сильно хочу тренироваться, иногда бывает желание там и два раза в день, да, приходится себя останавливать. По Абаджиеву. Да. Нет, ну здесь тоже немножко нельзя спутать Абаджиев, это шикарно для тех, кто хочет заниматься пауэрлитингом или тяжелой атлетикой. Да. По бодибилдингу это не имеет ничего общего, друзья. Но если силовые хочешь поднять, мне кажется, можно там какой-то период взять и по системе Абаджиеву пойти, нет? Да, нужно. Но только тогда исключив массонаборные тренировки. Это тоже как периодизация получится. Так смотри, мы прыгаем с темы на темы, закончу. Когда ты тренируешь большую мышечную группу, у тебя потом ресурсы организма идут на восстановление этой мышечной группы. А ты будешь своим новым развивающим тренингом мешать. Поэтому рекомендуется день, а большинству натурально тренирующимся даже два после дня ног и после спины отдохнуть. А смотри еще. Знаешь Ашота, да? Он же возвращается сейчас. Я слежу за ним. Он довольно-таки интересный спортсмен. Я видел его недавно на Экспо встретился. Так и смотри, я даже сейчас у него прочитал пост в Инстаграм, по-моему, или ВКонтакте. Ну, неважно. Человек тренируется очень грамотно, ты знаешь, да? Он тем более сейчас в команде Кювейта. И он пишет даже то, о чем писал всегда доктор Любер, о чем я пишу уже и говорю неоднократно. Даже будучи на такой серьезной фармподдержке, он сейчас мышечные группы, которые у него в приоритете, а я так понял, у него сейчас это спина и дельты, он пользуется даже будучи на супер фармподдержке вот этим правилом. Он убивает дельты, на следующий день он дает полный день отдыха, чтобы все ресурсы, чтобы эти мышцы, которые в приоритете, лучше восстановились и наполнились, понимаешь? и это у него. Да на самом деле это правильно, я это и хотел услышать от тебя, потому что я на самом деле и не хотел тренироваться сегодня, я хотел, чтобы ты вот этого не сказал, потому что я всегда всем пытаюсь говорить, у меня там есть клиенты, а можно я буду ходить там каждый день? Я говорю, ты пойми, я могу, мне все равно, ты будешь как бы тренировки, да, деньги там, платишь, но я, да, но я не такой человек, я тебе как бы желаю добра, поэтому давай-ка вот по уму будем делать, поэтому каждый день тренироваться это утопия, даже для химического атлета, вот и все, два, один день, два отдыха, это только в плюс и все, то есть, вот я знаю, что с тобой спорил, извини, это способ у Коски или кто-то там еще по поводу, что меньше, или это вообще ДМ в этом говорил, меньше, этот дебил, ДМ, меньше отдыхать и как это больше, точнее отдыхать и меньше тренироваться, реже тренироваться это бред, и я считаю, что Майк Мэнсер был прав, и что можно использовать этот метод на каком-то этапе своей жизни, ну там, вот я использовал его, ты использовал, там, не знаю, полгода по тренироваться по Майку Мэнсеру, почему нет, мне кажется, для новичка это только в плюс. Ты же тренируешься уже тоже очень давно, как и я, и со мной начинали, бросали тренироваться там уже миллионы людей, не умеют люди выкладываться, особенно для новичка это не имеет смысла, я бывало, я честно скажу, я спрогрессировал лучше всего в натуральном тренинге, когда тренировался по Дори Ануяцу, хотя я тренировался тогда в отказ, но, я бывало, отдыхал 3-4 дня между тренировками, то есть, я убью спину, и я потом 3 дня точно отдыхаю, потому что у меня психически даже я не могу уже подойти к железу. зато ты полностью восстанавливаешься за 3-4 дня, и плохо, что ты в отказ уходил, но с другой стороны ты восстанавливался, хотя я считаю, вот, да, допустим, пример, жим лежа, ты жмешь, вот там, ну, грубо говоря, столько килограмм на 10 раз, стоит партнер, и ты, и он тебе говорит, давай еще, и вы с ним еще там 3-4 добиваются, мне кажется, вот эти 3-4 вообще не нужно делать. А я делал еще дальше, я заходил за отказ, как говорил Дориан, то есть, ты скидывал веса, наверное, еще там, нет, это было тоже такое, но обычно было так, я делал, к примеру, 6-7 повторений, делаю, что наступает позитивный отказ, да, мне партнер помогает сделать это отказное повторение, затем я негативно опускаю, а потом партнеры сами поднимают уже без меня штангу, и я еще раз негативно ее просто опускаю. Мышцы долели, вот знаешь, дотронуться нельзя было, да, но настолько было психологическое убийство, что я тебе говорю, мне 3-4 дня приходилось на восстановление, но зато тогда я прогрессировал и мне не верили тоже как Шредеру, я, конечно, не был таким суперрельефным, что я не использую фармакологию. И вот ты прав, и вот ты прав, мне сейчас очень-очень становится, ну, не скажу там страшно, обидно или что, за то, что даже такие грамотные специалисты, как вот Яковина, тоже поддерживают вот эту теорию, что 2-3 раза, пусть там с оговорками, в неделю будет качественнее тренироваться, чем 1 раз в неделю. Но это мы говорим, друзья, не 1 тренировка в неделю, а 1 тренировка на 1 мышечную группу. Вы не сможете создать, будучи натуралом, того стимула, механического, механического стимула за счет тренировки, чтобы наступили биохимические процессы. Просто вы не сможете тремя, даже четырьмя подходами это сделать. А он советует тренироваться прямо вот реально развивающей тренировки, то есть 5-6 раз в неделю. Знаешь, чтобы никого, ничего не перевирать, посмотри, у него есть интервью с Оскаромным, по-моему, он там, они эту тему обсуждают. Но единственное, чего они не говорят, никто не говорит, а это Стефан, кстати, знаете, да, Стефан Диас, который был прямым учеником и работал вместе с Силуяновым, который почти 10 лет работал в American Top Team, сейчас он преподает в Американском университете, он указал на вот эту ошибку, он говорит, Егор, во-первых, посмотри, я вот беру исследования, а чтобы понимали, Кайзер-юниверсити занимается тем, что они мониторят, как это принято говорить сейчас, да, все современные исследования. И запомните, что исследования, которые реально чего-то стоят, они платные. а все, что вы находите там бесплатно, ну, это в основном чушь, и делайте сами выводы, для чего. И он говорит, что из 100 исследований, если 5, а в лучшем случае там 8 исследований будут сделаны методологически правильно, да, то это хорошо. То есть, получается, что больше 90% того, что нам преподносится как исследование, на самом деле просто лажа, говно, вы хотите. И он говорит, когда вам говорят, что тренироваться нужно 2-3 раза в неделю, да, но вы поймите, если речь идет именно о прогрессии, какая-нибудь девочка, да, или мальчик нас сейчас послушает, который хочет развиваться, он не сможет, потому что, чтобы запустить вот процесс для биосинтеза белка, то есть, для того, чтобы пошел рост мышц, нам с вами крайне необходимо делать от 5 рабочих подходов на мышечную группу. Что-то просто рвется, ты слышишь? Может, это? Не делай, я же говорю, очень слышно все, если что-то шевелишь, по эфиру очень громко. Слушай, ну ты поясняй, пожалуйста, для людей, потому что даже я, видишь, тебя не так понял, в последний раз мы общались с тобой по WhatsApp, помнишь, ты сказал раз в неделю, ты сказал раз в неделю, я не понял, я подумал, в смысле вообще раз в неделю. Мы же говорим о мышечной группе. Мышечная группа, да, то есть, тренировка мышечной группы советует ей крови, допустим, три раза в неделю разделить. Три раза по три, то это суммируется. Друзья, это чушь. Ничего не суммируется. Представьте себе, вам нужно для выживания, к примеру, инсулино-разовая доза 90-х, ничего страшного, потом придете, мы сделаем еще 30-х, еще 30-х. Друзья, вы просто сдохнете, не дожив до этого, понимаете? Это такой, очень, конечно, утрированный пример. А здесь то же самое, чтобы вот шкала вот эта поднялась, когда химическим, вернее, когда мы механически воздействуем на мышцу, чтобы пошел химический процесс, нужно пять подходов минимум. А вот три, 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 оно, к сожалению, не дает в сумме накопительного процесса, нету накопительного процесса. Но, если вы тренируетесь как физкультурник, просто, чтобы хорошо себя чувствовать, если у вас нет цели, к примеру, нарастить мышцы, увеличить их, то так тренироваться можно. И даже может быть лучше, потому что повысится частота тренинга, больше будете сжигать калории, да, за счет, за счет частоты тренировок. Но результат сомнительный будет. Нет, если вам нужно только, к примеру, избавиться от жира, вы не хотите там и грамма мышц нарастить. Вот так можно поступать. Но в основном-то все приходят и к нам обращаются, кто хочет там накачать бицуху, увеличить грудь, а девочкам нужно увеличивать пост. И ягодицы. Да. Слушай, а вот насчет ягодиц, вот смотри, допустим, девочка делает приседания, да, пять подходов по 15 раз, ну, грубо говоря, там 30-40 килограмм. И отдыхает минуту и меньше. Это ведь не есть хорошо. Это не есть. Я именно про отдых, я имею в виду вот именно. Я советую увеличивать отдых хотя бы до пяти минут, да, и вставлять туда какое-то упражнение, как мы это и делаем. Все правильно, да, но я сейчас тоже только-только буду внедрять это к своим ученицам, потому что на самом деле таких учеников, которые уже выше на какой-то серьезный уровень, да, действительно мало. А девочки, они особенно, ты же сам знаешь, она там почувствовала усталость, все, я не могу, вот у меня жена там начнет тримироваться, что-то устало, все, набросай. Есть такое, да. А нам-то нужно создать стресс, и поэтому пока мы только учимся, скажем, да, стоим на этапе обучения техники, обучения вот этой связи мозг-мышц, чтобы нужно там потерпеть, поработать, вот на этом этапе можно, в принципе, отдыхать и минуту, потому что не создается никакого, знаешь, положительного баланса за счет того, что она там поприседала. Ну, общая усталость, но она, в принципе, восстанавливается. Но если, как ты говоришь, именно для того, чтобы девочка прогрессировала, там, или парень, конечно, надо отдыхать между, минимум, пять минут, когда мы работаем на гликолитические волокна. Но это по науке, если. Ну, так по науке и надо тренироваться. Да. Я считаю, я это сам понял, что иначе смысла нет. Вот надо тренироваться именно по науке, понимая все процессы, понимая, какие мышечные волокна включаются, и как они включаются, при каком режиме тренинга. Вот, то, что вот мне очень интересно стало, я, наверное, впервые стал, я раньше делал статодинамику, но я ее делал как бы так, вроде сделал, не сделал там, а сейчас конкретно, неделя, да, статодинамическая, неделя гликолитические мышечные волокна, и я еще не добрался, вот в следующую неделю хочу попробовать. Высокопороговая. Да, и вот опять-таки, поясни, пожалуйста, мне про высокопороговое, чтобы я разобрался на примере приседаний. Как выглядит тренировка, вот, часовая, там, 50 минут, вот, высокопороговая. Ну, смотри, если ты хочешь, к примеру, делать чисто только приседания, да, то, как всегда, размялся, как всегда, подготовился психологически, подошел, выставил на штангу гриф, вернее, на стойке поставил гриф, присел раз 5, 6, 7, а потом начинаешь приседать, ну, не больше трех повторений в подходе, постепенно, постепенно добавляя вес до твоего рабочего. Либо делать по, мне тоже очень нравится такая схема, по науке, она тебя и разминает, и не утомляет. То есть, ты подходишь к рабочему подходу полностью разогретым, готовым, но не утомленным. Потому что ты же знаешь, да, что большинство людей подходит к рабочему подходу уже уставшими. Ты с нами, Джордж? Что-то ты завис. Это ты завис. Мы зависли, короче. Я здесь. Ты слышишь меня? Раз-раз. Друзья, вообще, как? Я тебя слышу, но так, ты так, кусками пропадаешь. Сейчас, наверное, прокашлятся. Есть? Вот эти технические проблемы, постоянно сбивающиеся конь... Слышишь меня? Раз-два. Раз-два. Друзья, опять у нас какие-то технические проблемы возникают. Приходится перезапускать видео. Приношу свои извинения. Так что давайте возвращайтесь в эфир и продолжим. Не знаю, почему. Почему так происходит? Может, потому что далеко друг от друга находимся. Но действительно, очень-очень как-то сложно, когда вот так прерывается, восстанавливать эфир. Ну, сейчас мы продолжим. Сейчас Джордж подключится. И мы с вами говорили о тренинге, о частоте тренинга в предыдущих включениях. Сейчас поговорим о тренинге в ЭПДЕ. Это на высокопороговые двигательные единицы. Как их тренировать? Как и кому они нужны? Нужно ли парням? Нужно ли девушкам? Спасибо, что возвращаетесь. Слышно меня? Хорошо. Сейчас подождем, пока Джордж подключится. И продолжим уже все вместе. Напишите, пожалуйста, хороший ли звук, слышно ли? И, друзья, пишите ваши вопросы. И на будущее пишите вопросы в стационарных постах, пожалуйста. Потому что здесь мы как бы общаемся друг с другом, можем пропустить их. А если вы пишите ваши вопросы заранее, то мы уже, видя эти вопросы, будем их в следующих видеоэфирах просто озвучивать, отвечать на них. Поэтому не стесняйтесь, пишите мне, пишите Джорджу в Инстаграм. Ставьте лайки. На самом деле, подход к тренингу сейчас очень сильно усложняется. И что мне лично не нравится, как тренеру, ставя себя на место новичка, который сейчас только-только придет узнавать, как правильно двигаться по данному пути, современные инструктора, современные псевдоисследования вносят очень большую сумятицу. Хотя на самом деле должны как бы упрощать нам жизнь, да? Но нет, происходит наоборот. И я не устаю повторять, о чем говорит мой друг Стефан Диас, что, друзья, не все исследования, а процентов 90 тех исследований, которые вам преподносятся нам сейчас, как исследования, на самом деле исследованиями как таковыми не являются. Они не выдерживают никакую критику со стороны грамотных людей, людей науки, которые знают, как должно строиться то или иное исследование. Поэтому, друзья, всегда тысячу раз подумайте, посмотрите, изучите вопрос, чтобы не попасться вот в эту ловушку псевдоисследований. Таких, к примеру, как, напомню, исследования, которые говорят о том, что если вы хотите развиваться, именно строить мышечную массу, то вы можете тренироваться два-три раза в неделю на одну мышечную группу. То есть, тренировать бицепс три раза в неделю, там тренировать спину три раза в неделю. И якобы, что вот этот суммарный объем тренинга, скажем, рабочих подходов на мышечную группу девять вы делаете в тренировку. А если вы их разобьете на два-три раза, то есть, либо два раза по 4-5 подходов и три раза по 3 подхода, то это все, в принципе, суммируется. Но это, друзья, неправильно. Этого не может быть. И суммарно, если вы делаете, это не будет накопительным процессом являться. Почему? Стефан подтверждает. Почему? Объясняет. Потому что, действительно, те исследования, которые можно назвать с научной точки зрения грамотными, они показывают, что для запуска химических, биохимических процессов, для того, чтобы начался рост мышечной массы, необходимо делать минимум пять рабочих подходов на мышечную группу. Пять. Это только для того, чтобы включить тумблер, включить выключатель, чтобы начался тот необходимый процесс, который даст нам рост мышечной массы. Три-четыре подхода это будет, друзья, тонизирующая тренировка. Она не даст вам ровным счетом ничего. Поэтому задумывайтесь и смотрите всегда то, как и к чему вы подходите. Так, давайте, может, тогда немножечко подвечаю на ваши вопросы. У меня осталось две с половиной недели до соревнований. Сколько должно быть у меня тренировок и кардио? Друзья, сразу говорю, если вы тренируетесь в натураху, особенно девочки, и хотите, чтобы ваши мышцы, которых и так очень мало, не пережигались, то никакого кардио делать вообще не нужно. Делая кардио тренировку, особенно после силовой тренировки, вы, во-первых, перечеркиваете всю пользу самой силовой тренировки, а во-вторых, вы пережигаете в первую очередь ваши мышцы. Но многие говорят, а как же все профессионалы делают кардио? Друзья, профессионалы используют фармакологию, которая сохраняет мышцы, потому что гормоны постоянно плавают в крови. И если у вас такого нет, то кардионагрузкой это катаболизм, вы будете только-только усугублять свое положение и вредить своему прогрессу. Вы будете выглядеть хуже, чем если бы не делали кардио. Тренироваться можно в таком же режиме, чем дольше вы можете сохранять свои силовые показатели, тем больше мышц и мяса у вас останется на вашем теле. Рельеф, друзья, сухость, это только вопросы питания. Поэтому тренируйтесь в том комфортном режиме, в котором вам комфортно. Не забывайте, что вы находитесь сейчас на дефиците и можете легко травмироваться. Поэтому очень тщательная разминка, поэтому соотносите свои силы с вашими возможностями и все в принципе будет у вас хорошо. Все девочки мои, парни, кто с соревнованием не используют кардио вообще в принципе как кардио работу, как тренировку, только как заминку и разминку после и до силового тренинга. Удачи, кстати, вам на соревнованиях. Может ли хит быть альтернативой для девушек в домашних условиях в связи с невозможностью силовых? Друзья, никакое кардио, ахит по своей сути тоже будет являться кардио работой не заменит вам силовых. Силовая работа может легко выполняться особенно девушками и дома. Вам не нужны большие веса. Все, что вам нужно это к примеру резиновые амортизаторы, это гантельки небольшие, бодибар. Вы всегда можете приседать, вы всегда можете делать различные упражнения и на каком-то этапе это будет может быть даже лучше, будете ходить в тренажерный зал, где вас тренера будут сажать в кардио тренажеры и не дай бог еще просто в тренажеры. Учитесь технике, учитесь приседать, попробуйте довести приседание со шваброй или с палкой до минуты. Не считайте повторения, а минуту приседайте, но не сразу естественно, начинайте с 20 секунд под нагрузкой, постепенно повышая ее. отдыхайте, восстанавливайтесь, грамотно питайтесь, и все будет с вами хорошо. Но запомните, если вы будете преимущественно делать кардио и не делать или мало делать силовой работы, вы будете себе вредить. Вы не добьетесь ничего хорошего, кроме того, что будете выглядеть гораздо хуже, возможно, за счет того, что мышц станет меньше. пусть даже и жир уйдет, но мышц станет меньше. А мало мышц это очень и очень плохо. Так, есть ли следующие вопросы? Новичку необходимо пять подходов в книге для девушек, написано три-четыре подхода, или я путаю что-то. Друзья, но мы же с вами говорим как раз таки о новичках, о книге и мужская, и женская, они рассчитаны и написаны для новичков и для тех, кто только приближается к уровню среднячок. И нужно понимать, что это все не высосано из пальца, это все на большом опыте более двадцати летнего стажа. Почитайте отзывы, книги работают как для парней, так и для девушек. И что приятно, что даже многие, кто занимался год-полтора у других тренеров, которые загоняли их как раз таки в тренажеры, не получая никакого результата, начинают тренироваться в принципе, можно сказать, с нуля по моим рекомендациям в книге, и они пишут, что вы можете это видеть на сайте, комментарии, на ютюбе, в инстаграм, что люди получают результат и очень очень благодарны. За что, кстати, благодарен я тоже за ваши отзывы. Ведь никто не стесняется писать гадость, если где-то что-то не понравится. Но когда людям полезная информация, большинство даже не ставит лайк, и я уж не говорю о том, чтобы написать комментарий. Поэтому, друзья, если вам не сложно, я думаю, вам не сложно, если вы считаете полезным то, что я делаю, ставьте лайк и напишите комментарий. Это, во-первых, приятно мне, и, во-вторых, создает такой общий положительный момент. Люди, другие, читая ваши комментарии, понимают, что данная система работает, и тоже начнут грамотно и правильно тренироваться. Так, а вот воду, чтобы слить, не нужно горку делать. Девчонки, если вы хотите грамотно и правильно выступать, то давайте подключайтесь на персональный тренинг, потому что я не могу здесь озвучивать какие-либо схемы, потому что нас смотрит очень много подростков, новичков, которые могут по своей не совсем осведомленности начать тоже их принимать. Естественно, люди, выступающие на соревнованиях, чтобы сливать воду, используют определенные техники. Но нет смысла говорить о них в прямом эфире на всеобщее обозрение, потому что это не есть здоровье все равно. Я думаю, если вы собираетесь выступать, у вас есть тренер, он вам все подскажет, как что делать правильно, грамотно, чтобы минимизировать тот вред здоровью, который наносят такие техники. Приседания. Что дают с гантелями на жиросжигании? Друзья, сколько раз можно говорить, тренинг это всего лишь стимул. Жиросжигание дает только правильное питание, ограничение себя в калориях, самодисциплина. Какая разница, что вы делаете? Естественно, когда вы работаете, приседаете, неважно, когда вы даете силовую работу своим мышцам, организм понимает, что мышцы вам нужны и даже на дефиците калорий пытается их сохранить. Но это должна быть по-настоящему действительно силовая работа. А когда вы на дефиците калорий делаете кардио, создавая катаболизм, не нагружаете свои мышцы силовой работой, то сами подумайте логически, что происходит. Организм понимает, что мышцы ему не так нужны, потому что работать ими не приходится, а дефицит калорий создает общий негативный дисбаланс в организме. И чтобы сохранять энергию, организм начнет что делать? Избавляться от мышц, а не от жира, потому что жир это неприкосновенный запас, как у солдат во время войны. И поэтому вы и мы все выглядим так, как не хотим выглядеть. Почему? Потому что используем совершенно глупые методы, методики, советы, которые нам дают профессиональные атлеты. Никогда так не поступайте, и все будет с вами хорошо. А приседания дают все, потому что когда вы нагружаете ноги, вы задействуете приседаниями абсолютно все мышечные группы в организме, и тем самым создаете такой сильный анаболический импульс, который подстегивает жиросжигание еще как минимум на двое суток. Кардио пережигает жир только при условии его грамотного применения, это раз, а второе только во время того, как вы его делаете. Как только вы перестали делать кардио, все, весь процесс жиросжигания прекратился и замедлился, а может быть даже остановился, потому что, друзья, не устаю повторять, что кардио это катаболизм. Не верите мне, почитайте Силуянова, купите маленькую тоненькую книжечку изотон, прочтите ее, и вы будете шокированы той тупостью, которую нам с вами рекомендуют современные фитнес-курсы, инструктора, тренера, в кавычках. Это просто страшно становится. Так, следующий вопрос. Мужчина 50 лет, увеличил нагрузку на тренировки. Устаю больше добавить ноги, но потенция усилилась, что странно. Спасибо. Друзья, ничего странного, потому что, как мы все с вами знаем, силовой тренинг как раз таки стимулирует анаболические процессы. Естественно, гормонов становится больше, естественно, организм омолаживается. Почему я всегда ратую за силовой тренинг? Потому что это анаболизм, потому что это выброс гормонов. А выброс гормонов это, друзья, всегда-всегда здоровье. Помните об этом. хит с весом, с гантелями, с гирями, функционал. Ну и что? Друзья, хит подразумевает, когда вы сделали одно упражнение или один подход в упражнении, затем делаете сразу другой без отдыха. Это неправильно. Это приводит только к нездоровью. Правильная тренировка это, когда вы сделали хороший рабочий подход и дали организму восстановить все необходимые ему функции для того, чтобы хорошо и грамотно сделать следующий подход. Как только вы видите работу, называйте ее как хотите, табата, кроссфит, хит, где вам нужно и заставляют делать упражнения за упражнением, подход за подходом без отдыха, все, прекращайте. Это полная чушь, это полный отстой. Нельзя так тренироваться это нездоровье. Так, аминокислоты пить сейчас до соревнований раза 4-5, а BCAA во время тренировки. Скоро выйдет мое видео большое про BCAA, посмотрите. За 10 дней до выхода на сцену убирайте и исключайте любой спортпит. BCAA можно оставлять до конца, но только если они без вкусовых и без красителей, потому что все это будет мешать хорошей форме, мешать выводу воды из организма. А пить BCAA лучше до тренировки и после. Во время тренировки лучше пить чистую воду, либо добавлять туда электролиты. Друзья, ну что, я на сегодня тогда закончу эфир. Может, мы на неделе еще с Джорджем свяжемся, почему-то у него не получается подключиться. Надеюсь, вам было интересно. Давайте поздравим, друзья, все, кто смотрит это, зайдите к Джорджу на страничку, у него вчера был день рождения, поздравьте его, человек очень приятный и он скоро создаст свой видеоканал. Посмотрите, вышло интервью с ним на Generation Iron на русском языке. Довольно-таки интересное интервью и вы больше узнаете о Джордже как о человеке, о его жизненных принципах, позициях и о его, в принципе, приключениях по жизни. Там действительно интересное интервью, особенно для тех, кто его не знает. Я стараюсь максимально делать интересными для вас и статьи, и видеоролики, поэтому, друзья, если вы хотите, чтобы наши эфиры были более полезными, пишите, пожалуйста, ваши вопросы заранее в стационарных постах. Спасибо, друзья, что смотрите. Не забывайте делиться моими роликами в своих соцсетях. Отвечу еще на вопросик и закончим. Здравствуйте. Сегодня в фитнес-клубе общался с тренером, который по поводу жима лежа на полу. Он говорит, типа, там грудь хуже работает. Говорили, что это одно лучших упражнений. Какое грудь хуже работает? Друзья, Денчик, Борисов, ну, не забывайте, что он уже на YouTube очень большое продолжительное время. Он также советовал и гильотину, а гильотина это самое опасное упражнение для ваших плечевых суставов, конкретно для ротаторной манжеты. Поэтому, не важно, кто что говорит, друзья. Вы изучайте анатомию, покупайте книжки по анатомии, сейчас они в свободном доступе, и по спортивной анатомии и физиологии. Вы будете сами понимать, что как и к чему. Почему упражнение жим лежа, штанги или гантелей на полу не может быть самым лучшим? Во-первых, потому что ограничена амплитуда движения. Во-вторых, самое лучшее упражнение на грудные мышцы, это брусья и жим лежа со слегка обратным наклоном. Вот это действительно два самых лучших упражнения, где вы можете показать максимальный потенциал силы грудных мышц. Ну что, друзья, спасибо еще раз, что смотрите. Заходите на мои соцсети, заходите на мой сайт hmgym.ru, подписывайтесь в группы ВКонтакте. Не забывайте, что я веду персональный тренинг, кому интересно, обращайтесь. Есть закрытая группа, где нас уже почти 300 человек, где мы все тренируемся по всем тем принципам, о которым сейчас так принято говорить, а мы уже тренируемся очень давно. И в группе все-все ребята и девчата очень-очень довольны. Нет ни одного негативного отзыва о группе. Бывают негативные отзывы о моей персональной работе, что для меня в принципе удивительно, да? Но такова жизнь. Друзья, спасибо всем, хорошей всем продуктивной недели, а мне пора бежать на массаж. Увидимся! Друзья,